Доброго дня всем друзьям лохматой души. Доброго здоровья вам, вашим родным и близким. Друзья, у нас продолжается беда с малышами, с котятами. Это просто что-то страшное происходит. Так, поймали одного, ребят. Но глаз у него, конечно, очень страшный. Мамин, все будет хорошо. Еще два таких же. Друзья, отловили второго малыша. Глазки, как видите, очень тяжелые. Все, малыши дикие. Остался один. Наши подвальные, наши дикие, наши бездомные кошки хранят наши дома, наши города от эпидемий. И чем же мы платим им, ребята? Посмотрите, что творится. Только вчера я выехала из дома и тут же остановила возле дороги, потому что пришлось подобрать котенка. Обрезлый, страшный. Кто-то, наверное, просмотрит, скривится и брезгливо поморщится. А я сняла рубашку, ребята, и поймала. Закутала и принесла. Посадила в клеточку. Теперь буду лечить. Совсем не хочется снимать. Ничего, ребята, все будет хорошо. Да, мои хорошие. Ничего, все будет хорошо. Я не говорю, что все должны снимать рубашки и бежать ловить котят. Ребят, нет. Я просто хочу сказать о отношении не только к самой жизни, но и тем, кто живет рядом с нами. Те, кому мы привыкли, что они крутятся у нас под ногами и почти не замечаем. А ведь сколько жизней, ребята, мы могли бы спасти, если бы, подобрав такого крошечного котенка, не несите его даже домой, Бог с ним. Дайте ему хотя бы дней пять одну восьмую часть таблеточки Unidocs Salutab. И вы спасете малышу глаза. Вы остановите распространение инфекции. Дети не будут чихать, глазки не будут заплывать гноем. Ребята, это все в наших руках. К сожалению, мы или относимся к этому равнодушно, либо даже останавливаем тех, кто пытается помочь, высмеивая их. Ребята, неужели в наше время, в нашей стране добро наказуемо и быть добрым – это что, вызывать презрение окружающих? Куда мы катимся, мои хорошие? Сегодня мы перешагнули через котенка, а завтра кто-то перешагнет через вас. Ведь своим отношением к миру, к природе, к окружающим мы воспитываем наше поколение. Но неужели мы хотим с вами видеть наших детей, наших внуков жестокими? Посмотрите на этих малышей. Смотрите, через неделю лечения малыши открыли глазки. Они еще тяжелые, лечить их еще очень долго. Но у них появился шанс продолжить жизнь зрячими. Друзья, приют «Лохматая душа», фонд «Лохматая душа». Мы стараемся, насколько хватает наших сил. Но, как вы понимаете, без вашей помощи, без вашей поддержки мы не справляемся. Но это и нереально. Я не могу вас спросить, ребята. Я рассказываю вам о нашей жизни. И с каждым роликом, с каждой фотографией, с каждой фразой, обращенной к вам, я надеюсь, что сумела зацепить ваше сердце, и вы захотите нам помочь. Ребята, вы наша жизнь. И не только лохматой души. Вы жизнь любого приюта, в котором содержатся бездомные животные. И только от вас зависит, выживем мы или нет. А пока, друзья, пока мы благодарим всех, кто нам помогает. Помогает выжить. Дает силы своей поддержкой. Добрыми словами. Потому что руки очень часто падают. От усталости. От безысходности. От отчаяния, ребят. Очень хочется помочь и спасти. А сил мало. И поэтому выпускаем вот такие тяжелые, кричащие ролики. В надежде, что вы нас поймете. Не осудите. Поддержите. А главное, друзья, приедете к нам в гости. Приезжайте. Потому что читать можно много. Фотографии смотреть тоже можно. Но главное, чтобы вы это увидели своими глазами. Только тогда, когда вы хоть раз увидите, вы поймете, о чем мы просим. И какой огромный объем работы мы проворачиваем. С вашей помощью, друзья. Только с вашей. Без вас это было бы невозможно. И именно поэтому мы очень рады видеть вас. Приезжайте, мои хорошие. Приезжайте. А еще, друзья, очень прошу вас. Для нас важна информация. Нам необходима ваша информационная поддержка. О финансовой я вообще молчу. О финансовой помощи стоит кричать, вопить. И еще, друзья, не бойтесь посылать маленькие суммы. 50 рублей, 20, 100. Не бойтесь посылать эти суммы. Поверьте, складываясь из капель, они помогают спасти жизнь. Ребята, этот ролик о малышах. О котятах, о подброшенных щенках. Как часто мы слышим, я ей предложила щенята, а она отказала. Да, друзья, иногда мы отказываем. Когда переполнены. Когда не на что купить прививку. Когда не на что купить таблетку, чтобы проглистовать детей. Когда не на что купить капли от блох. Когда не на что купить вопилке, чтобы малыши не бегали по грязи. А были здоровенькие и чистые. Ребята, мы оцениваем наши силы. Мы стараемся спасти тех, кого можем, на кого хватает сил. Но в одиночку это невозможно. Вы наша жизнь, ребят. Этим малышам не выжить без вашей помощи. И эти ролики, это их молчаливое обращение к вам. За этих детей говорю я. А вы видите перед совами их мордочки, их глаза. И только представьте хоть на мгновение, какую боль испытывают эти дети. Я хочу пожелать, друзья, вам, чтобы вы никогда, никогда эту боль не чувствовали. И чтобы все беды обошли вас и вашей семьи стороной. Я желаю вам от имени этих малышей, которые все это уже испытали. Доминует беда стороной вашей семьи и дома. Добра вам, люди. А мы протягиваем к вам лапу в надежде на вашу помощь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!